Здравствуйте! Наш Троицкий храм и все наше пушкинское благочиние приняли такое решение, чтобы здесь у нас, в центре города Пушкина, на территории Троицкого храма, в здании Воскресной школы, принимать помощь для беженцев, для тех людей, которые прибыли на территорию нашей Российской Федерации. Многие люди откликнулись, мы объявляли в наших храмах пушкинского благочиния, и многие священнослужители, простые, благочестивые, верующие люди, горожане нашего города, потому что давали информацию и в социальных сетях, и на сайтах разных городских, и многие вот теперь привозят к нам сюда те необходимые вещи, которые мы передадим в Троице Сергиеву Лавру, и по благословению нашего правящего епископа, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского Фомы, там, как бы, такой центр, где собирается вся эта помощь, и уже строить Сергиеву Лавры, будет она отправлена беженцам и на Украину, и в Донецк, и в Луганск. Поэтому там будут они сами уже принимать решение, куда это необходимо вести. Все это делается по благословению нашего предстоятеля Церкви, стейшего патриарха Кирилла. Мы стараемся это делать, конечно, это доброе дело, и всегда Церковь была со своим народом, с теми людьми, кто нуждается в помощи, поэтому люди наши добрые, священнослужители добрые, и все откликаются на эту скорбь, на эту беду, и мы должны в этот тяжелый момент помочь нашим братьям и сестрам, которые очень нуждаются в нашей хотя бы небольшой помощи. Само даже движение нашей души, это уже говорит об очень многом. Кто может? Те приходят и помогают, покупают определенные какие-то вещи, потому что есть список, которые мы не все принимаем, старые вещи не принимаем, принимаем только все новое, и потом, значит, это все передадим тем людям, которые нуждаются в этой помощи. Поэтому наше благочинение приняло такое решение, вот таким центром для сбора гуманитарной помощи является здание воскресной школы при Троицком храме города Пушкино. У нас есть определенные часы, когда мы это все принимаем. У нас есть человек, который сама, как бы житель когда-то Доненска, и приехала сюда к нам, и вот сама проявила такую инициативу, чтобы помочь тем своим братьям и сестрам, которые проживают в этих местах, где сейчас происходит кровопролитие. Поэтому я надеюсь, что многие наши горожане откликнутся на эту боль, что никто не останется в стороне, что все мы проявим свое милосердие, а милосердие – это основа нашей веры. Господь нас учит именно быть милосердными в нашей жизни. И тем более сейчас Святой Великий Пост идет, такое время, когда мы, призванные христиане, делать как можно больше добрых дел. И я надеюсь, что все мы, все останемся не где-то в стороне, а все действительно будем участвовать в этом благом деле. Спасибо. Сейчас каждый человек, наверное, и в душе, и в храме молится за то, чтобы скорее наступил мир, и чтобы наилучшим образом для всех людей разрешилась эта ситуация. Скажите, пожалуйста, есть какая-то специальная молитва о мире? Или достаточно просто своими словами помолиться? Святейший Патриарх Московский Ивсия Руси Кирилл буквально с первых дней, когда началось это военное действие, он благословил читать молитву о мире. Эта молитва доступна. И каждый день в наших храмах мы читаем все вместе эту молитву. И тем более вот в последние вот эти дни, в прошлый воскресный день, во всех храмах читалось обращение Святейшего Патриарха, где Святейший Патриарх призывает всех верующих людей еще читать молебный канон Пресвятой Владычицы нашей Богородицы ежедневно, который помещен в православном молитвослове. Поэтому Церковь молится усердно, мы все совершаем эти молитвы, и все очень просим, чтобы быстрее Господь преклонил свою милость ко всем нам, и чтобы быстрее Господь даровал мир на нашей исторической Руси. Для нас очень близка украинская земля, потому что там есть наши родные, близкие, знакомые. Я сам много раз там бывал, даже я там жил 8 лет своей жизни на Украине, поэтому эта земля для меня очень близка лично. И с первых же дней очень, конечно, печально было все это наблюдать, но хочется просто по-христиански, чтобы все мы относились ко всей этой боли, которая сейчас у нас. Я хотел бы пожелать всем людям, в особенности сейчас Святой Великий Пост идет, поменьше смотреть всякий телевизор, интернет, социальные сети читать, а побольше сейчас молиться, обращаться к Богу, потому что каждый из нас, каждый человек, он может вот этим именно помочь в этом страшном кровопролитии, которое происходит сейчас на нашей исторической Руси. Мы все в этом, наверное, виноваты, и мы все должны сейчас усердно, просто по-христиански обращаться к Богу, стараться как-то отказываться от тех удовольствий жизненных, к которым мы все привыкли, от тех страшных поступков, которые мы все, каждый делал, потому что война – это великое зло, но Господь, порой бывает, посылает это зло для того, чтобы мы стали чище, для того, чтобы мы обратились от зла и больше укоренились в добре. Поэтому я всех призываю сейчас усердно молиться, поменьше смотреть всего, да, а больше вот обращаться к Богу и просить Бога, чтобы Господь преклонил свою милость к нам, и чтобы быстрее во всех людях, во всех наших братьях и сестрах воцарился мир и любовь друг к другу.